Книга, открытым оком, тема, рождение, том 12, вопрос, 2628. Разве можно простому смертному определить другого человека, рожден ли он свыше? На лбу же у него об этом не написано? Или есть что-то ясно подсказывающее, что я еще не родился от Духа Божия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В отношении другого сходу не скажешь, но иногда настолько из человека выпирает его плотское, языческое, натуральное древнего Адама, что и определять нечего. Это все равно, что узнать живой или сотлевший мертвец пред тобой. Прочитав лишь отрывок из выступления тех, кто претендует на звание учителя, даже ректора духовного училища, и тебе уже ничего не нужно говорить. Он же не понимает того, о чем говорит. Для него стихия мира родная, и он на потребу мира живет, и язык его мирской, и власти его любят. Без него ни одно мероприятие старается не обойтись, и он рад ставить концерты по филармониям, думая, что кого-то он пробудет. Он же баюкает, усыпляет зависших над пропастью ада государственных кровопийц, злодеев антинародного режима, антиевангельских выродков. Под рождественской звездой. Алтайская правда. 1 января 2005 года. Страница 5. Епископ Барнаульский Максим отвечает на вопросы журналиста Лушникова А. Значительная часть Алтайского, Горный Алтай, народа, искренне считает православие своей традиционной религией. Просто уничтожали поставленный там крест. Казахская мусульманская община приступила к строительству мечети в недопустимой близости к Свято-Георгиевскому молитвенному дому, что вызывает возмущение православных жителей села. Что касается предпринимателей, православных благотворителей, то без их помощи не было бы возможным возрождение православной церкви в том виде и в тех масштабах, что мы имеем сегодня. Это строительство храмов, это великолепный колокольный звон и калорийное питание воспитанников. Вся надежда на возрожденное духовное училище, на ребят, которые там сегодня учатся. Мне все-таки кажется, что не хватает душевного равновесия, хотя многие, конечно, живут, мягко говоря, не в роскоши. Само присутствие священников освещает воинское дело в подвиг. Слово пастыря о вере в Бога и о жизни вечной дает основание для патриотического устремления. Церковь сегодня, как никогда, стремится поделиться этим опытом православного жительства, знаниями основ православной культуры во имя сохранения нашей жизни, нашего будущего, детей. Послание к римлянам 2.17.24 Вот, ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Стихотворение стало вожделение как бы лишним. Мы живем в невиданной свободе, проповедуем по улицам, в квартирах, ищем слышащих, кто к покаянию годен, обездоленных, заброшенных и сирых. Больше всех пытаются мешать, нас хулят, поносят, как сектантов, православные попы, епископ их и шаг, заморивший город и убивший званных. Одичалые метущиеся души, обольщенные церковным лжекрещением, им, отравленным, писание не нужно, к колдунам свалились за лечением. Возрожденный, верующий в Бога, запряжен рукою иеговы. Небес кормится зимой, с душистым стогом, на ногах евангельских подковы. Колесница мчится по планете, благовестие глашатаев разносит. Наполняются божественные сети, лопаются недруги от злости. Приручить не просто одичалых, на осле Христу найти местечко. Перетерпим, наш корабль причалит, цельность веры не дала быть течи. 16 января 2005 года